Глафировка. Село в Щербиновском районе Краснодарского края России. Образует Глафировское сельское поселение, являясь его административным центром. Морской курорт. Постоянное население курорта 1600 человек. Расположен на восточном берегу Азовского моря. К югу от поселка протянулась 6-километровая Глафировская коса, которая отделяет Ейский лиман от Таганрогского залива. Косу завершают птичьи острова. Большая часть дорог Глафировки асфальтирована. Вода лимана летом прогревается до 33 градусов. В 3,5 километрах к западу от Глафировки расположен остров Ейская коса с быстрыми и опасными течениями в проливе. Село было основано в 1784 году в ростовском уезде Екатеринославской губернии после освобождения края от османского владычества. Своё название село получило от имени его бывшей владелицы – барони Глафиры Романовой. Особенно интенсивно началось его заселение после 1810 года, когда сюда начали прибывать русские поселенцы – великороссы и украинцы. Здесь также оседали беглые крестьяне, казаки, немецкие поселенцы, армяне и греки. Глафировка на протяжении своей почти 200-летней истории входила в несколько административно-территориальных образований. Изначально в Екатеринославскую губернию. В 1888 году ростовский уезд был отдан ведомству области войска Донского. Уже после революции южная оконечность ростовского уезда – Глафировка, Николаевка, Шабельская – были переподчинены Краснодарскому краю. Причины этого не до конца понятны. Исторически, да и в культурном плане, Глафировка, конечно, ближе к Ростову, чем к Краснодару. При Азовье – совершенно особенный, ни на что не похожий регион России. Виной тому – история его заселения. Здесь, на сравнительно небольшой территории, уживались беглые помещичьи и государственные крестьяне. Казаки, немецкие поселенцы, армяне, греки. При Азовские села представляли собой, если можно так выразиться, островок помещичьего землевладения, со всех сторон окруженной землями казаков – с юга кубанских, с севера донских. Интересное описание Глафировки оставил Христофор фон Бок, опубликовавший свою статистическую монографию «Местечко Глафировка» в земледельческой газете за 1845 год. Из внешних вод – Азовское море с весьма хорошей бухтой для пристанища кораблей. Иэнский лиман по мелководью удобный только для плавания на лодках. Из внутренних же озер речек и ручьев в имении нет. Колодцы, числом 8, вырыты в трех местах. 12 – сажень глубиною. Гор, кроме малых бугров и овражных склонов, не видно. Балок на западе 2, на юге 4. Берег моря и залива местами крут, обрывист, а где-то и низок, и покатист. Климат и качество земли. Глафировка, находясь в южной полосе России, на восточном берегу Азовского моря, имеет климат непостоянный. Летом очень жарко, осенью и весной свирепствуют ветры, сгущаются туманы, земля превращается в глубокую и вязкую грязь. Зимы бывают почти бесснежные, и морозы редко более 16 градусов. Почва состоит из тучной, черноватой, темной глины с примесью песка, извести и берегноя, отчего она при сырой погоде делается липкой и комковатую. Населенность и различия жителей. Число душ мужского пола ныне заключается в 612 человек, и женского – в 503. Тягловых считается 180, дворовых людей обоего пола – 60 душ. Жители состоят из великорусов и малороссиян, которые от времени, через общежития и родственные связи, при благодетельном управлении сливаются в одно целое, нераздельное племя. Язык также смешался. Природа щедро наделила край этот своими произведениями, особенно их царство растительного. Только один недостаток весьма ощутителен – безлесье. Впрочем, здесь с успехом можно разводить тутовые деревья, тополь, бук и другие плодовые деревья и кустарники. Из растений яровая пшеница, кубанка и орнаутка, на жирной песчанно-глинистой почве, родятся в изобилии и составляют главную земледельческую промышленность народа. Также и кукуруза, маис, пшеничка, початки, может произрастать здесь во множестве, доставляя хороший материал для выделки сахара, крупы и муки. Начальное устройство глафировки сопряжено с величайшими затруднениями. Большое пространство земли, состоявшее из пустынной степи и поросшей бурьяном, было обитаемо только дикими зверями, да и служило укрывательством беглецам, разной сволочи, занимавшихся недобрым промыслом. Переселенные из Курской губернии крестьяне долго не могли привыкнуть к этому безлюдью, к переменам климата и приморской жизни. Так что после с трудом можно было принудить других к переселению в такие места, не по нраву общежительного народа. Однако же, при усиленном старании и приведении в лучший порядок хозяйства освоившихся с местностью мужиков, владельцы достигли наконец желанной цели. Посевы и постоянные урожаи пшеницы, также и выгодные сбыты ее, также рыбная ловля, приохотили поселенцев к новому хлебопашеству и домоводству. Впрочем, до 1832 года хозяйство глафировских землевладельцев было еще, так сказать, в младенческом состоянии. Но когда с этого времени помещики стали постоянно пребывать в глафировке, тогда все отрасли его хозяйства постепенно начали приходить в совершенство и улучшение. Бедственный 1833 год для этого края был также тягостным испытанием. Владельцы издержали около 30 тысяч рублей серебром на продовольствие своих крестьян и за всем тем не уклонились от своего благого намерения устроить поместье. В 1834 году было приглашено Таганровское купечество к производству торговли в глафировке и окрестностях. Пшеницы и другие произведения местности быстро пошли в ход. Так что с распространением круга этой промышленности в 1839 году было закуплено и погружено на суда более 20 тысяч четвертей одной орнаутки пшеницы. Неусыпно заботясь о благоденстве и нравственном развитии подчиненных своих, господа признали за настоятельнейшую потребность иметь в глафировке храм Божий, который был заложен 26 апреля 1841 года. Сооружение церкви было произведено в одно лето, так что в 11 день ноября того же года была освящена она ростовским протеереем с собором окрестного духовенства и была названа во имя Пресвятой Богородицы честные иконы Ея Ахтырской. В 1842 году построено было для торговцев 6 лавок, а в следующем году владетели и спросили через Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора позволение переименовать глафировку из села в местечко на праве подобных существующих в западных губерниях, на что и последовал указ Воронцова в 6 день сентября того же года. Глафировские крестьяне при благоразумном управлении и человеколюбезном распоряжении их господ заставляют как бы редкое исключение из политоселенцев Задонского края. Они кратки, приветливы, радушны, не привержены к пьянству, буйству и другим порокам, свойственным малороссийской черни. Конечно, в семье не без урода, нет правил без исключения, но редко, очень редко бывают такие примеры и тотчас же искореняется в самом начале. Статья Йениной из истории глафировки, упубликованная во втором выпуске Донских древностей, опирается на архивные документы, содержащиеся в Государственном архиве Ростовской области. Так Йенина приводит описание глафировской церкви Ахтырской Божьей Матери, построенной на деньги Нарецкого. Впоследствии она была закрыта в 1937 году и разрушена. Приходская церковь имеет форму креста, до купола каменная, а купол деревянный, крыто железом, наружные стены гладкие, внутренние стены также гладкие, выштукатурены известью и украшены изображениями святых, написанные по холсту масляными красками. При храме имелись в двух крестах мощи 64 святых, полученные помещиком Нарецким по наследству. С 1857 года в Глафировке существовал заезжий двор, принадлежавший помещику, в 40 саженях от которого находились две кузницы, принадлежащие временно обязанному дворовому Василию Тугаеву и крестьянину Ивану Маве. Две другие мельницы, построенные на господской земле, принадлежали временно обязанным Петру и Захару Кравченко. Рыбная ловля была и остается важнейшим, помимо земледелия, занятием глафировских жителей. В 1864 году для приема рыбы купцом Грибановым в Глафировке на найденной косе был построен рыбный завод. В 1891 году в Глафировке было открыто Александровское народное одноклассное училище. На рубеже XIX и XX веков Глафировка была крупным населенным пунктом в центре Глафировской волости. Здесь проходила ежегодная ярмарка, съезжались купцы со всего Приазовья, особенно из Ростова и Таганрога. Там находилось два маслобойных завода и семь ветряных мельниц. Основными объектами торговли были рыба и зерно. По данным переписи 1897 года в Глафировке насчитывалось 510 дворов при общем населении 3368 человек. По данным на 2019 год в Глафировке проживает 1528 человек. В данный момент основной вид деятельности села является также сельское хозяйство, рыболовство, охота и предоставление услуг в туристической области. В селе около 600 домов. Есть отделение Сбербанка, почта, парк, продуктовые и хозяйственные магазины. Рынок на площади около здания почты. Рынок работает два раза в неделю. Здесь можно приобрести все необходимое. Овощи, фрукты, книги, игрушки, велосипеды, пляжные тапочки. Щербиновский район в летний период самый засушливый в крае. Здесь дождь летом большая редкость. Поэтому в Глафировке всегда ясно и солнечно. Мы жили в Глафировке в гостевом доме Эдем, расположенном на улице Мира 8. Это прекрасное место, прекрасный дом и прекрасный отдых.